здравствуйте это новый день сегодня 5 февраля понедельник и начинаем эту рабочую неделю со спора кто лучше лыжник или сноубордист да а спор этот начинают роман туманов и елена мельвет друзья всем здравствуйте вот мне кажется это такой вот неразрешимый спор на как ты думаешь который вот много таких вопросов есть что делать едят ли курицу руками да что круче лыжник и сноубордист то есть тем более что мне кажется то и другое хорошо но свое мнение по этому поводу у меня ответ однозначен рома фаласки санки я не знаю досточка то есть я катаюсь только вот исключить как я с тобой спорить буду я приму чью-то сторону тебе остается принять другую сторону не раньше я каталась на лыжах в детстве но это был конечно не байкальцы не шире геш там не альпы и не перенею и ах это был профилакторий родник парк профилакторий родник и лыжи были вовсе не горные а такие беговые небы такие деревянные желтенькие и снеговичок на них еще нарисован был надевались они такие хорошие валенки я каталась опыт конечно но светский такой опыт маленькой девочки все так катались ну наверно ты мой опыт можно подытожить нет моим опыт можно подытожить следующим мне без разницы с чего падать ну то есть у тебя он тоже небольшой то есть ты неопытный такой плане бордой мне профессионально это можно сказать я пробовал на том и другом но так сказать результата лучше скажи с ласки робота ласки может быть сегодня попытаемся в этом разобраться все-таки внутренне где то душа у меня лежит больше к сноуборду буду ли я это развивать в ней до сих пор не известно боб 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 есть санки есть бобы то есть но я тебе так альтернатива все-таки эти больше санны спор склоняю третий ведущий боб и вот сейчас лена общалась с ним далее рубрика ну и денек будем разбираться в этом вопросе оставайтесь с нами мы начинаем всем привет календарь показывает 5 февраля и это необычный день как оказалось считается что именно сегодня день разукрашивания планов на будущее берите краски да поярче когда как не сегодня заняться цветным планированием целей к слову о планах на будущее заглянем в прошлое и узнаем какие задачи раскрашивали в 1987 году 5 февраля успешно начали второй год двенадцатой пятилетки строителей ангарска решая стратегическую задачу обеспечить каждую семью отдельной квартирой к 2000 году скажу что монтажники сму 6 так раскрасили свои планы что справились со сменными заданиями на 130 на 140 процентов кстати для газет того времени было в порядке вещей писать о планах в таких преувеличенных процентов по-видимому редакции газеты использовала этот ход дабы придать яркости черно-белому бумажному изданию еще в одном таком новостном издании от 1980 года я нашла статью о выставке технического творчества проводимой опять-таки 5 февраля а что представляли наши ангарчане на таком мероприятии а например приспособление для приточки клапанных гнезд газовых компрессоров или другой экспонат макет установки сварка взрывом вот это уже интересно также была представлена приставка мтм-1 с помощью которой можно было осуществлять диспетчерское слежение за отдельной работой технологических объектов представленные на выставке экспонаты ангарских нефтехимиков явились своеобразным отчетом о творческой деятельности коллектива в канун 110 годовщины со дня рождения владимира ильича ленина технологично но ярко если в 1980 году наши технические творцы посетили выставку в иркутске то пятью годами ранее все того же 5 февраля к нам в ангарск приезжали творческие представители иркутской писательской организации которая отмечала на тот момент свое 40-летие и с радостью организовывала встречи о которых я и прочитала в газете сегодня 5 февраля в 17 часов иркутские писатели встречаются с читателями а в 19 часов во дворце культуры современник состоится большой литературный вечер окунулись немного в прошлое а сейчас возвращаемся в настоящее чтобы раскрасить свое будущее всем яркости и помните чтобы творить человек должен верить что он талантлив даже если это не так до завтра в эфире программа новый день которая сегодня усиленно пытается понять как все-таки лучше ноги вместе или врозь лицом к склону или боком от склона что мы еще пытались с палками лучше или без них проще говоря мы сегодня выясняем что все-таки лучше круче это сноуборд или лыжи начнем с того что есть два таких кино персонажа которые уже пытались ответить на этот вопрос и даже несколько фильмов подряд они соревновались выясняли но самое любопытное так ни разу и не не посоревновались не было фильм называется елки ну я думаю многие смотрели там два безбашенных парня преследовали цель определить что лучше сноуборд или лыжи но из раза в раз так и не сделали это они ну может быть катались по лестничной клетке да такое было катались в чугунной ванне служили в армии какое-то сбили бабушку какое-то отношение имеет к определению какая из какое из направлений лучше непонятно спросить у бабушки которую сбили может быть она бы ответил от чего травмы меньше вот ну давай мы тогда пытаем мы не бабушки но выдавая свое выясняйте все таки я предлагаю исходя из ценовой политики посчитать вот чисто теоретически что нужно лыжнику сноубордисту непромокаемый костюм я думаю какая-то защитная экипировка то есть там наклейники на локотники какие-нибудь там бандажи да это шлем может быть маска рукавички но если мне так кажется сноубордист тратится на одну доску то лыжнику придется покупать одну палку вторую палку на лыжу вторую лыжу то есть четыре предмета а это вот только один ну да я с тобой согласен тут как минимум еще и следить за этой экипировкой проще то есть ну борт он у тебя всегда с собой ты и пошел то есть если ты его потеряешь ты как бы все ты свое катание на горе закончил у лыжника же там другие проблемы если он упал лыжа может куда-то укатиться потом ходи щи да то же самое с палками их тоже 2 то есть всего четыре предмета которые за которыми тебе надо следить с подъемника уронил допустим палку или лыжу нет ну палку скорее всего это же целое дело ну да так что надо быть начеку ну то есть сноубордист здесь получается проще но вот что говорят знающие люди которые занимаются тем и другим они говорят что вот овладеть навыками вот кота сноубординга ну примерно тебе неделя требуется средний усредненный с показателя брать то лыжник он например там понятен да что делать вот не палки вот они лыжи там есть еще две точки опоры на полоте здесь проще то есть но чтобы как бы перейти на следующую ступень скажем так обучение более такие серьезные навыки владеть его понадобится три недели то есть неделя и три недели получается вы как бы плюсик больше в сторону сноуборда ну мы не берем сейчас в виду какие-то еще один яркие таланты там где-то может быть человек там на всем катается сразу неважно ну да есть есть да люди которые сразу на салазке сели и поехали вот профессионалы есть еще один плюс выбрать сноуборд это чего греха таить обувь и многие лыжники с тем с завистью смотрят найти на эту бордическую экипировку по сути это очень удобно не так стягивает ноги не так больно мучительно больно золо мне кажется и тяжело ходить кажется бордерского они полегче и в них сустав сгибается и перемещаться проще так что это еще один наверное плюсик в сторону сноуборда все-таки давай мы пригласим гостя лыжника и сноубордиста и они вот нам точно как это говорит обоснует каждый ответ приведут свои аргументы так это или нет то есть они знают точно мы их обязательно дождемся пока давайте посмотрим какие трюки на горе я делаю ты сноубордисты и лыжники и а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok В эфире программа «Новый день», и сегодня вот именно полвыпуска мы с Романом пытаемся поспорить, что же все-таки лучше – лыж или сноуборд. Ну, я предлагала Ромке подраться там, но вот он испугался. Слишком здоровая. Прям сразу решу, что это не мое. Мы подобрали несколько интересных исторических фактов о… ну, начнем с лыж. Родиной лыж является Скандинавия. Скандинавия. В пещерах были обнаружены наскальные рисунки, на которых был изображен человек на лыжах. И датируются они каменным веком. Кстати, в той же самой Скандинавии есть бог лыж. О, Господи. Да. О, Господи. Бог… его зовут Ул. Ул. Да, это бог правой лыжи. И есть бог Мул. Это бог левой лыжи. А это серьезно? Серьезно, его зовут Ул. Это бог лыж. Еще есть богиня катания на лыжах и охоты. Ее зовут Скейд. А есть бог сноуборд, да? Я думаю, у них есть. Это молодой бог относительно. Вик Уайлд, да? Да, его… На Солисе, олимпийский чемпион. Именно так его и зовут. Ну, на самом деле, самым старинным лыжам, Ром, ты не представляешь, им 4 тысячи лет. 4 тысячи лет их хранятся в Швеции в музее лыж. Ну, вот, будьте в Швеции, обязательно зайдите в этот музей и посмотрите. Может, примерить даже разрешат. А, кстати, что касается средневековых лыж, они абсолютно не похожи на современные. То есть, у них получается одна лыжа длиной 3 метра, а вторая совсем коротенькая, она втянута шкуркой животных. То есть, получается, вот этой маленькой вот так отталкивались, а на этой катились. И для равновесия у них там вот палка была одна. Ну, это что-то похожее на зимний самокат, только очень упрощенный, наверное. Ну, да. Да, что-то в этом есть. И еще один факт из Швеции. В 2008 году они решили, что 3 метра для лыжи – это не длина, это слишком мало. И сделали лыжи длиной не много, не мало – 534 метра. А что мелочится, да? Да. 534 метра. Полкилометра длина лыжи. И одновременно на этих лыжах проехало 10 тысяч. Вру. Слишком плотно бы стояли. 1043 лыжника. Еще бы понять, какое расстояние они преодолели. Ну, как минимум полкилометра. Вот, как раз. Встали и уже преодолели. А палки были у них, интересно? Да, такие же, метров по 300. Наверное. Кстати, вот самым заядным, наверное, любителем горных лыж был знаменитый писатель Артур Конан Дойль. Ему противовес могла бы вот предстать Демфира. Потому что, да, наша певица любит покататься на доске. И она говорит, что вот таким образом она избавляется от депрессии. Ну, это что, хороший способ. Да, мне кажется, сноубординг. Депрессуешь, встал на доску, покатился, все, упал пару раз. Ну, в принципе. Прекрасно просто. Так, дальше. Углубляемся в историю и откуда появился сноубординг? Откуда? Откуда появился. Сейчас я вам расскажу, откуда. Бохул? Да, именно. Просто у меня нет шутки на эту тему. Сноуборд придумал американец, зовут его Шерман Поппин. Его дочке просто-напросто надоело кататься на лыжах. Биташка. Да. Бедный отец, терпя слезы, истерики и крики ребенка, склеил ей рот. Потом он склеил вместе лыжи и назвал свое изобретение Снеффер. А в 1965 году получил патент на свое изобретение и начал его производить просто невероятными количествами, продвигать в массы. И вот сейчас мы имеем сноуборд такой, какой он есть у нас. А все благодаря маленькому истеричному ребенку. Молодец, мисс Поппин, благодаря ей мы теперь имеем то, что имеем. Сноуборд теперь даже олимпийский вид спорта. Вот, кстати, как утверждают психологи, оказывается, горные лыжи выбирают те люди, кто любят достигать, а сноуборд осваивают те, кто любят решать. Ну, мне кажется, такое какое-то утверждение весьма своеобразное, с которым можно поспорить. Я думаю, надо будет спросить об этом или как минимум попробовать определить, кто есть кто, когда к нам в гости придут. Гости. Наши гости, неожиданно. А будут у нас лыжник и сноубордист. И посмотрим, кто из них решает, а кто достигает. Гороскоп на 6 февраля. Повин. Вот говорил же я, что все у вас будет великолепно. Видите, как желания сбываются одно за другим. Телец. В этот день вы бесповоротно изменитесь. Станете новым человеком. Точнее, новый человек изменит вас. Близнецы. Не глупите, почему вы так упрямо избегаете позитива, который вас преследует целый день. Рак. Не тратьте время на пустые разговоры. Просто загляните человеку в глаза. Почувствуйте его. Лев. Вы заставляете улыбаться даже в самое пасмурное настроение. Разве это не смысл жизни быть чьим-то смыслом жизни? Дева. Вам нужно принять и смириться. Смириться с тем, что этот день просто восхитительный. Весы. Жизнь, ограниченная рамками, точно не про вас. Так что не скромничайте и покажите все, на что способны. Скорпион. Вы никогда не делитесь с тем, что чувствуете. Внутри вас накопилось уже столько всего, что вот-вот взорветесь. Стрелец. Этот день будет вам только в удовольствии. Пати, встречи, новые знакомства. Козерог. Ничего необычного, странного или катастрофического вас не ждет. Зато ждут чьи-то горячие объятия. Водолей. Советую вам научиться легко и непринужденно вычеркивать из своей жизни всякого рода проблемы и людей, их создающих. Рыбы. Дела у вас будут продвигаться легко, будто сами собой. И это не магия, просто у вас отличная интуиция и хорошее настроение. А у нас в гостях Дмитрий Кузаков, это сноубордист и лыжник Александр Мершаев. И вот сейчас, я думаю, сидят наши зрители, гадают, кто из них лыжник, а кто сноубордист. Это сноубордист, а это, чуть подальше с меня, это лыжник. Вот так. Да, ребята не обмундировались, но ладно. Ну, догадались. Из-за этого. Давайте разберемся, как вы пришли в этот спорт. Начнем с тебя. Как я пришел к сноуборду? Просто меня позвали, друзья, кататься на доске. Это было где-то года три назад, наверное, четыре. И все, я говорю, ну давайте попробуем, почему нет. Все катаются, и я хочу покататься. Вот так вот и начал кататься на сноуборде. То есть не было никаких там снов про сноуборд, ты просто вот взял... Все, все случайно, все, вот, поехали на выходных на сноуборде кататься. Ну, поехали, взяли в прокат, покатались, понравилось. Так, понятно. Тебе лыжи снились? Лыжи снились, даже сноуборд снился, но лыжи все-таки почаще, однозначно. У меня знакомство с лыжами произошло лет 13 назад, может быть, даже если не больше, в Байкальске, на Соболиной горе. Отец меня вдохновил на это все дело, поднялся, я, получается, первый раз, ну, и, собственно, у меня, как техника обучения моих друзей, встал и поехал. Ну, так вот все и произошло. Плавать так же учили? Плавать так же. Просто с лодки. Плавать научили, выкинули с лодки, серьезно. Какая же история, так же из горы, я всех учу, но, конечно, немножечко травмоопасно, но, слава Богу, тут пока что все живы, здоровы. Правда ли, что говорят, что на сноуборде учиться меньше надо? Вот, ну, примерно в среднем дается неделя, да? Тогда как вот лыжи вроде кажется, что это легко, но на вот совершенствование навыков около трех недель приходится. Вот так говорят, вот как это, ну, люди опытные, расскажите. Вопрос к лыжнику, да. Ну, мне кажется, на совершенствование навыков там не один год уходит. Есть, конечно, и исключения, которые там стоят в первый, второй сезон и нормально уже катают. По-моему, все-таки опора на двух ногах более стабильная, чем стоять на одной плоскости и ехать боком вниз и еще падать либо вперед лицом, либо на попу, как я больше всего не люблю. Ну, на лыжах, с моей точки зрения, научиться однозначно легче. Я потому что учил, ну, больше десятка людей я поставил лично на лыжи своих знакомых, которые, в принципе, некоторые даже очень-очень хорошо катаются. Не знаю, сноуборд много кому не заходит. То есть, это такое, ну, принципиально на любителя. Я катаюсь на вейкборде летом, это по воде, то же самое, что сноуборд. Вот это, да, прикольно, но однозначно лыжи. Функционал больше, ты можешь смотреть, ну, я думаю, то, что однозначно лыжники быстрее едут. Конечно, у сноуборда есть свои плюсы, бесспорно, но у лыжников, как сказать так, больше возможностей. Моделенности больше. Маневренности больше. Обтекаемость, обтекаемость больше. Ну, я не знаю насчет маневренности. У доски все-таки радиус разворота меньше, чем у лыжи. То есть, сноубордиц, если станет на кант, карвинг называется, он может полностью круг проехать. Лыжник этого никогда не сможет сделать, потому что лыжи не позволят. Ну, у лыжи сколько направлений? Ну, в принципе, сноуборд сейчас тоже потянулся, сейчас же олимпийский уже, вид спорта. Да, с 98-го года? С 98-го года уже. Ну, сейчас же также у нас вот байкальский Путин сам Владимир Владимирович катался. Все равно популяции, ну, популяризировать вид спорта, это очень круто. Единственный минус, что дорого очень, но, тем не менее, кто может, тот научитесь на лыжах кататься. Мне кажется, лыжник радует за свой вид спорта только потому, что ему больно падать. Он рассказывал про вейкборд и говорит, что это тоже классно, ему нравится. Конечно, в воду нравится, в упал, да и все, потом выпыл, залезли. Ну, тоже учебиться-то можно хорошо. Ну, не об снег. Ну, знаешь. Продолжим. Следующий вопрос такой. Забавные случаи. Случай, когда было реально страшно. И, ну, наверное, вот самое смешное и самое страшное. Начнем с тебя. Самое смешное? Ну, самое смешное, это когда вы едете с друзьями и все в пухляке закапываются, и потом все выбирают. Пухляк это снег. Пухляк это, когда много снега. Нет, это толстый человек. Это смотришь и все. Так нелепо, ты ничего не можешь сделать, ты как зависаешь в каком-то пространстве. Но это смешное. Страшное, это первый раз прыгнуть на трамплине. Для меня это было самое страшное, наверное. На сноуборде или на лыжах не важно? На сноуборде, на лыжах, мне кажется, одинаково. Самый эффект, что ты не контролируешь это, ты в полете. Вот это, наверное, самое страшное для меня. Ну, самое страшное, наверное, согласен прыгнуть на трамплине. Но у меня был первый прыжок такой, можно сказать, качественный на трамплине, неожиданный. То есть там был обрыв, и перед обрывом, не зная кто, как так мог накатать такую шишечку, обычно ты едешь и все трамплинчики по трассе собираешь, когда тебе уже скучно становится. Ну, я благополучно собрал эту шишечку, вылетел, а там подо мной было метра полтора, ну, выше, наверное. Больше меня ростом, однозначно обрыв, то есть я вылетел, это было неожиданно. И самое страшное в метре от меня были корни какого-то дерева, то есть там начали готовить пар. Я вот думал, долечу, либо не долечу. Я перекрестился, вот, не долетел, ну, я, то есть, убрался, как бы, это называется, упал по горнолыжному, ну, по сноубордическому. Упал, как бы, вроде жив-здоров, то есть это страшно. Ну, про пухляк тоже смешно, это тот момент, когда ты падаешь, открываешь глаза и думаешь, где же ты? Потому что кругом все бело, ты вот так вот встаешь с глаз и изо рта выплевываешь снег весь. В этом году я первый раз по пухляку поехал, 40 минут искал свою лыжу, которая отстегнулась, благополучно куда-то улетела и палку-палку не нашел, сдался. Без лыжи был не вариант возвращаться, пришлось искать. Ну, 40 минут мне очень не понравилось, ну, как бы, такая история. И грех, и смех, как говорится. Вот, мне кажется, тоже, да, в чем плюс на борды? У него одну доску вискай, да, например, а лыжнику, лыжи, палки, да и тащить вот пока... Она у него не отстегивается, то есть у лыжников в чем смысл, чтобы суставы не повредить и не сломать ноги. Лыжи при нагрузке определенной не отскакивают, разлетелись в разные стороны, и ты кубарем полетел. Ну, экипировку проще собрать, сноубордисту, да, мне кажется? Ну, сноубордисту проще добираться до горы, то есть он доску взял, у лыжников вот эти ботинки, которые вешают, я не знаю, сколько килограмм, и еще и лыжи, две. Еще скорее за супругу тащишь лыжи, это вообще ничего. Это детей есть, я не знаю. А если дети, то там просто... Маленькие лыжи. Просто пересаживаешь всю семью на сноуборд, нет, ребята, просто мимо. И бытует мнение, сноубордисты ненавидят плоские места. Вот, да, есть такое. Если ты скорости не набрал, и ты остановишься, то придется отстегиваться от доски, и ты никак не можешь толкнуться, потому что ты встанешь. Я видел, как очень забавно ходят сноубордисты, не снимают ленивые сноубы. Вот так вот, да, да. Как пингвины. Ну, да, и так тоже можно, энергозатратно, наверное, проще снять и дойти. Ну, лыжникам с палками в этом плане проще, но лыжники, опять же, не любят ни плоские места, они в этих местах не любят сноубордистов. Есть такое тоже, у лыжников, честно, есть, мы их недолюбливаем всем сердцем, потому что, когда снега мало, и они едут, они сошкрябывают снег, особенно кто на начальный уровень катания. То есть, они не на контах проходят, они просто шкребут склон, получается налить, все это, все, короче, весь склон, они убивают вообще, нам, всем. Мы с тобой вычитали, да, что там вот какая-то беда у сноубордистов со всеми видами подъемников, да, что там бугельный, кресельный, то есть, лыжнику просят, да? Однозначно, потому что лыжники, я вот сколько новичков тоже катались, когда еще на ангарской горке, давным-давно это было, без сноубордистов новичков лыжники поднимают, потому что все-таки, я уже говорил, две точки опоры, тебе как привычнее, как человеку стоять на двух ногах, то есть, право-лево-вперед, назад тебе не дают, а там ты на одной ноге, ну, я пробовал, это ужас. Тяжелее подниматься на подъемнике, потому что, ну, грубо говоря, у лыжника за попу, ну, бугельный, цепляется, тебе, да, и как бы нагрузка вся идет, ты вот облокотился и едешь вперед. На сноуборде тебе все, ну, на одну точку в ногу давит, во внутреннюю мышцу, грубо говоря, вся нагрузка здесь, и ты вот едешь, как бы, ну, потом привыкаешь, там уже, там уже после синяка уже все нормально. Там уже все отравнировано. Там уже, когда уже все отболело, уже все нормально. Мало того, что еще больно, еще надо равновесие все время держать, стабилизирующие мышцы работают, а у маючка, то есть, это не так все легко, и поэтому, ну, да, это ужас. Давайте еще вот такое про пристегивание меня интересует, то есть, вот говорят, что лыжник, вот он нагнулся, там свои лыжи пристегнул, а сноубордисту с пятую точку в морозить постоянно приходится, потому что он пристегивает доску сидячи. Это так? Ну, просто на горе, да, как бы, то, что если ты поставишь доску, она у тебя поедет, и приходится садиться на попу, чтобы застегнуться. Ну, если на плоскости, так же можно встать, ну, грубо говоря, в крепление и застегнуть, но это немножко по времени дольше, наверное, чем лыжник у лыжника. Носок, пятка, встал, все, оно там защелкивает автоматически, грубо говоря. Я так понимаю, что мы все-таки таки не выяснили, кто круче, лыжник или сноубордист, я думаю, и те, и другие хороши, наши гости это доказали. И у нас появился один еще один риторический вопрос из разряда, что делать, там, что там раньше, яйцо или курица, кто круче, лыжник или сноубордист, это такие вопросы без ответа. Правильно? Да, выбирайте по душе. Итак, на пустые от ребят по очереди каждый. Советую всем сердцем вставать все-таки на лыжи, либо на доски, ну, там уже ваш выбор, все-таки советую лыжи, однозначно, они круче. Ну, удачи в этом плане, собирайтесь, едьте, это очень круто, это очень завораживающе, нереальный адреналин, это просто, наверное, частичка самая большая, зачем ты гонишься в погоне просто за адреналином, все едут, мне кажется, на эту гору, потому что, опять же, Байкал, не Байкал, все, это очень круто, ребята, вперед, присоединяйтесь, жду на горе. Дима, все смотрят око на тебя. Я хочу сказать, не важно, что ты выберешь, лыжи или сноуборд, нужно в жизни пробовать все, каждому человеку нравится что-то свое, и ты выберешь для себя. Ну, если делать все аккуратно, то можно обойтись и без травм, и получать только наслаждение от этого. Определенно, я советую попробовать и лыжи, и сноуборд. Вот, пожалуйста. Да, действительно, не важно, что вы попробуете, главное, не пробуйте желтый снег, не ловите кант, и... Не убирайтесь в пухляше. Пусть будет так. Что-то сказала, не поняла. Пухляше, пухляше. Не падайте на подъемниках. Не падайте на подъемниках, в общем, было весело, друзья. У нас были в гостях лыжник и сноубордец Дима и Саша. Любовь – это... Ходить с ней вместе за покупками. Верить его во сне каждую ночь. А еще это терабайты общих фотографий. Телеканал «Актиз» и программа «Новый день» в честь Дня Святого Валентина объявляет конкурс «Сладкая парочка». С 22 января по 12 февраля пришлите фотографии, где вы изображены со своей второй половинкой и станьте победителем в одной из трех номинаций. «Я плюс ты», «Свадебный переполох», «Романтическое путешествие». Подробности на нашем сайте actistv.ru Любите и будьте любимыми. Спонсор конкурса – группа компании «Сарсенбаев». Мы сегодня говорили о том, что все-таки круче лыжи и сноуборд. Я лишний раз убедилась, что салазки, которые я продвигала буквально всю программу. В общем, были у нас такие классные, позитивные ребята. Обучили нас своему языку. Да. И мы считаем, что тот или другой вид спорта – это самая здоровая зависимость. Да. Да. Приобретая этот недуг, вы получаете очень и очень много взамен. Адреналин – раз, спортивную подготовку – два, удовольствие от катания – три. Полюбите зиму. Достаточно и этого уже, чтобы как минимум задуматься и встать на лыжи или на борт. Да. Вот я говорю, главное, наверное, вы полюбите зиму. Вы не будете думать о том, что «Ой, холодно», «Ой, там еще какие-то моменты», «Ой, машины не заводятся». Нет, вы сразу все будете думать обо всем и том же, только стоя на лыжах. Или на сноуборде. В общем, друзья, вперед. Давайте будем царями горы, будем покорять наши вершины. Неважно, до чем вы это делаете. Главное – без травм. Да. Пока зима не закончилась, вперед в горы. Это был Новый день. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.